Сегодня я хочу проповедовать на тему, что ученичество это путь к твоей славе и даже славе твоих детей и внуков. Давайте откроем 1 Каинтон, 4 глава, 16 стих. Апостол Павел, я думаю, он хороший был пастором, он говорит такие слова, «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господи Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви». Смотрите, конечно, Господь наш пастор, но на самом деле, чтобы ты имел рост, тебе нужен учитель. Это касается во всем. Я вот сейчас тренирую ребят боксу, где-то тут Норик есть, вон Норик, один из моих учеников, Норик Стань. Вот, молодец, Норик. Он, я уже смотрю, он похудел, 3 килограмма, говорит, скинул, да, Норик? Я, но если так, еще научиться, очень мало чему еще научились. Немножечко еще что-то есть, ну, и я им говорю, ребят, говорю, у вас шансы, ну, стать хорошими спортсменами, научиться, без учителя, без тренера, равны нулю. Ну, вы можете там бить, или еще один там парень ко мне подходит, у него опухла так рука, он говорит, что это такое? Я говорю, а тебя кто учил бить? Он, да я сам бью. Я говорю, ну, поэтому руки ломаешь, ну. Надо учить, надо всегда учить. Это во всем. Если хочешь научиться играть на скрипке, тебе нужен учитель-скрипач. Если хочешь научиться бизнесу, тебе нужен это. То есть мы отдаем детей своих в школу, в институты для чего? Потому что путевку в жизнь обязательно даст учитель. Обязательно путевку в жизнь даст тебе тренер. И мы это прекрасно знаем, что надо, ну, как бы, чтобы дети наши учились. Но поймите, есть знания, которые делают нас умными в мире и все. Ну, они нас обучают многими вещами. Но мы, как верующие, прекрасно понимаем, что знания, они вообще не первичны. Первична дух, который живет в человеке. Потому что есть очень много талантливых людей, но в них жил нечистый дух. Ну, в Сталине или там в Хрущеве или в Гитлере. Талантливые, ораторы, сильные. Ну, к чему они привели? По сути дела, к убийству, кровопролитию, к хаосу. Аминь. Поэтому мы обращаем внимание, и Господь всегда, Он обращает внимание, какой дух в тебе. Есть образование интеллектуальное, а есть духовное образование. И, в принципе, когда мы приходим в церковь, церковь – это духовный институт. И мы должны здесь научиться чувствовать Бога, чувствовать, куда движется Дух Святой. И вообще, вот однажды Иисус пришел в этот, как его, в один город, а его не пустили. И ученики говорят, давай его призовем, и пусть он сгорит вообще. И что Иисус сказал? Он говорит, не знаете, какого вы духа. То есть, иными словами, иногда он Петра хвалил, а иногда говорил, отойди от меня, сатана. То есть, будучи верующими людьми, нам нужно разобраться, каким духом мы водимся. И какой дух в нашем сердце сидит, Божий он или не Божий. И поэтому, чтобы разобраться, нам нужен духовный учитель, тот человек, который уже имеет практику. Практику, практику хождения в духе, практику, как входить в Божие присутствие, как молиться, как поклоняться, как делать те дела, за которые Господь говорит, молодец, и как не делать те дела, за которые Господь говорит, ай-яй-яй-яй. То есть, и Павел, он говорит, чтобы вам научиться, есть первая стадия – подражание. Подражание – это ученичество. Я подражаю тем Божьим качествам, тем Христовым качествам, которые есть в этом человеке. И хороший пример, вот я вам просто показываю такой, как это в Новом Завете, так и в Ветхом Завете. Я хочу, чтобы мы посмотрели один пример. Отходим Третья Царь, 19-я глава. Хороший пример – это является пример, как Илья приобрел ученика Елисея. Вообще, Илья – такой интересный мужик. И меня больше всего, знаете, в Боге чего восхищает? Меня в Боге восхищает то, что если мы возьмем вообще каждого человека, каждого героя Божьего, которое написано в 11 главе «Евреям», Ной, возьмем Авраама, возьмем Моисея, возьмем Давида, возьмем Соломона, всех-всех-всех, возьмем Илю, возьмем Елисея, всех. У всех были какие-то отрицательные качества. У всех. Моисей был кроткий, но иногда из-за его нерешительности происходили вещи. У Давида с Соломоном всегда были проблемы с воспитанием детей, с женщинами. У Авраама проблемы с трусостью были. То есть, есть. И это, почему Библия об этом написывается? О том, что, пойми, вот ты сидишь, посмотри на соседа, у него есть что-то несовершенное. И может быть даже не одно. Но даже при всем при этом, Бог будет тебя использовать. Бог будет тебя использовать. И поэтому Господь, Он говорит, я, говорит, ставлю в церковь пастыров, я ставлю служителей. И, говорит, вы, значит, учите, как вот Петр, 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 подражайте мне, как я Христу. Подражайте тем качествам, которые уже есть, которые выработаны в Боге. Аминь. И вот давайте один пример Писания. Третий царь, 19 глава, 19 стих. И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, который орал. То есть, он не просто орал, он пахал. Двенадцать пар было у него. И сам он был при двенадцатой. Или, проходя мимо него, бросил на него милость свою. И оставил Елисей валов, и побежал за Илией, и сказал, позволь мне поцеловать отца и мать мою, и пойду за тобой. И он сказал ему, приди и приходи назад, ибо что сделал я тебе? Он, отойдя от него, взял пару валов, и заколол их, и зажег плуг валов, и жаял мясо их, раздал людям, и они ели. И встал, и пошел за Илией, и стал служить ему. И еще одно местописание. Теперь откроем четвертый царств. Девятая глава. И когда они перешли, Илья сказал Елисею, проси, что сделай тебе прежде, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. И он сказал, трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. И вот, смотрите, в израильском народе все были верующие. Ну, или был человек высокого духа. Я вот на него читаю, если вы будете внимательно читать. Ну, представляете, человек получил слово, что царь сделает нечесть, и он произнес, говорит, ты умрешь. Царю это не понравилось, он 50 человек отправил к нему, чтобы они его привели к нему. Он выходит и говорит, если Дух Божий на мне, пусть огонь попалит вас. Огонь с неба падает, они все сгорают. Царь ничего не понял, вторую отправляет полтинник. Он говорит, если Дух Божий на мне, пусть огонь сойдет. Опять огонь сходит, еще убивает 50 человек. Ну, цари-то что, не сами же, а он третью отправляет. Этот, который командир их на колени. Или, я тут при чем, я верю, что ты человек Божий, ну, пожалуйста, не губи. Ну, или, ладно, пошел. Или ему Бог сказал, ну, скажи, чтобы воды, как говорится, дождя не было, 5 лет. Сказал, царю это не понравилось, говорит, найти, убить его, короче. Он прятался. Потом в определенное время появился, ну, вы знаете эту историю, жертвенник построил, ваалы. И взял нож и, собственно, рукой там, 400 человек зарезал. Представляете, если бы у вас пастор такой был. Сколько ваш пастор зарезал человек? 400. В один день. Но в то же время какой-то момент наступил, вот он, то ли, не знаю почему, ну, вот он испугался, и из Авери убежал. И вот Илья был сильный человек в духе. Видно было, что в нем действует Бог. И вот он ушел, он кинул милоть. Милоть это такой, как плащ своего рода. Кинул, раз, и это почувствовал. Что он почувствовал? Он почувствовал, что оставил все, принес жертвенник и пошел за ним. Хочу за тобой идти. Я хочу за тобой идти. И еще он почувствовал, и потом в 4 главе читаем. Он почувствовал, что Илья не просто знает Библию, не просто знает Пятикнижья, на нем есть Дух Божий. Он умеет жить в Духе Божьем. Он умеет чувствовать, когда Дух Божий говорит. Он умеет, что Дух просит от него. Он двигается в Духе. И он говорит, я хочу научиться двигаться в Духе так же, как ты двигаешься в Духе. Я хочу двойное помазание. И мы прекрасно видим, там, если дальше будем читать, я не буду сегодня, вы можете все эти главы, я подскажу вам. Пятая глава, 15 стих тоже. Там везде написано, что когда он был вознесен, Елисей увидел, он получил эту милость. Но до этого написано было так, что... Или какие-то моменты говорят, слушайте, ты меня достал, уйди отсюда. Он говорит, не, жив Господь, не уйду от тебя. Он говорит, ну, короче, ладно, я туда схожу, ты посиди. Не, жив Господь, никуда не пойду. Буду всегда, потому что я знаю, если ты вознесешься, я увижу, я получу помазание. То есть он у меня понимал, что если ты хочешь получить Дух Ильи, надо, это передается. Это вообще передается. И он говорит, я хочу научиться иметь твой Дух. Илья говорит, ну, трудного ты просишь. Потому что это действительно трудно просишь. Потому что, чтобы научиться каким-то вещам, это не просто, знаешь, преподать тебе слово. Один пастор Тищенко, он преломил это слово следующим образом. Он говорит, ну, посмотрите, если ты хочешь научиться бизнесу. Многие, может быть, хотят иметь бизнесменов, но не у всех же получается. Нужно научиться на вещи смотреть, как бизнесмен. И один пример, наверное, многие этот пример знают. Отправляет двух человек обувью торговать в Африку. Один высылает телеграмму, говорит, я вылетаю назад, здесь все босиком ходят. Другой говорит, высылайте срочно обувь, тут все босы. Разный взгляд. Одна и та же ситуация, но по-разному. Один приходит и говорит, о, здесь вообще невозможно служить. А пастор придет и говорит, о, тут вообще целое поле служения. То есть научиться смотреть на вещи так, как смотрит этот другой человек. Я ребят, когда тренирую, я говорю, ребят, если вы научитесь видеть вот эти комбинации, которые как вот тренироваться, вот как вот это, то у вас начнет получаться. То есть, иными словами, чтобы научиться чему-то, надо научиться этому взгляду. Научиться так мыслить, научиться на вещи смотреть глазами этого человека, который является специалистом в этой области. И когда ты научишься быть верным в малом, когда ты приобретешь этот взгляд, тогда ты уже, Бог тебе даст твое. То есть, иными словами, как в Библии сказано, меньше и благословляется больше. И поэтому всегда есть, как в физическом мире, чтобы тебя чему-то научить, тебе нужен наставник, так и в духовном, чтобы двигаться в духе, тебе нужен наставник. Ведь мы же помним, когда приезжал сюда Билл Джонс, пророк, просто поговорил, поговорил, потом, давайте, сейчас буду высвобождать. И люди стали пророчествовать, люди стали видеть, почему. Пришел человек, который двигается в духе, и он начал учить, как чувствовать духовные вещи, как переживать, как двигаться в этом. То есть, иными словами, нам всем нужно, вот в Библии сказано, если ты хочешь двигаться в духе, тебе нужен Илья. Тебе нужен тот человек, который двигается в духе, который прилепится к нему. Это такой принцип очень важный, прилепиться, то есть стать учеником. Апостол Павел говорит, смотрите, говорит, у вас много наставников, но отцов мало. У вас наставников много, отцов мало. И я, говорит, смотрите, говорю, подражайте мне, как я Христу, и посему я, говорит, вам отправляю сына моего, Тимофея. То есть, смотрите, как он говорит, Тимофей – это мой сын. Мой сын в духе. То есть, иными словами, то, что на мне есть, тот опыт богатый, духовный опыт, который я получил в Боге, как апостол, как пастор, я его передал, и Тимофей его взял и усвоил. И теперь он может прийти, и может то же самое всему вас учить. Вы можете ему подражать и перенимать у него духовный опыт, и чувствовать, как двигаться в духе. Давайте откроем 2 Тимофея, 2 глава. Написано, и что слышал от меня при многих свидетелях, то найди верных людей, которые могли бы способны научиться и другим передать. То есть, иными словами, всегда есть отцы. Отцы, которые нас чему-то учат. И есть духовные отцы. Я вот был в этом, я это слово проповедовал в реп-центре, и я, ну, начал смотреть, и я просто ребятам, они такие, я им говорю, вам нужно просто в жизни принять 3 отца. Вот если вам, вы хотите в жизни быть успешными и достигнуть успеха, вам нужно проникнуться к почтению и к уважению к отцам. И вот у вас должно как минимум 3 отца быть. Отец Небесный, который самый главный. Не важно, что в твоей жизни происходит. Не важно, как происходит. Ты все равно не должен ни слова против Бога сказать. Все равно должен верить Ему, молиться и поклоняться, потому что Он Господь, и Он твой любящий Отец. И если в твоей жизни что-то пошло как-то не так, Он все равно это контролирует, потому что Он твой Небесный Отец. Аминь. Кто в это верит, скажите громко аминь. Второе, твой земной Отец. Может быть, он алкоголик, может быть, он вообще урод, может быть, он бросил, как его, мать, да, там, может быть, разные вещи. Но, по крайней мере, он, ну, Библия говорит, почитает са и мать, не только хороших, вообще. Надо почтение к родителям всегда иметь. И третье, я говорю, духовный Отец. Это пастора Церкви. То есть вы должны найти человека, который вас будет учить жить в духовной жизни, который будет вас контролировать, который будет вас направлять, который будет вас созидать, которого вы будете принимать, как человека, который будет вас назидать. Вот Елисей, он увидел, что Илья движется в Духе, и он начал ему служить. Он начал ему служить. И потом он получил помазание. И вообще, он какое помазание получил? Это вообще потрясающе. Дальше, если мы читаем, когда Илья вознесся, Елисей был тоже ученик Геезий. И Илья стал настолько крутым, что даже когда евреи были в рабстве, их Сирия завоевала, он был настолько крутым, что главнокомандующий сирийской армии болел проказом. Нейман его звали. Он болеет проказой. И там еврейская девочка, служанка говорит, «Слушай, у нас в Израиле есть крутой служитель. Если он тебе скажет что-то сделать, и ты его послушаешься, ты исцелишься». И он приезжает там целый, свитер приезжает, а Елисей даже не выходит к нему. Он Геезий отправляет, узнает, что там ему надо. Представляете, вот представьте, у нас тоже в области есть генерал. Представляете, генерал, какая-то болезнь, и он услышал, что в церкви нового поколения исцеляются от этой болезни, кто-то ему сказал. И вот он, мы раз тут сидим, автоматчики все перекрывают. И говорят, «Слушай, там генерал с тобой хочет поговорить». Я бы вышел. Я не такой крутой, как Елисей. Я бы вышел, сказал, «Да, товарищ генерал, чего он надо? В чем? Конечно, помолимся, конечно, понимаю, давайте-то». А Елисей вообще, он двойное помазание получил. Он даже не вышел. Он говорит, «Что? Скажите ему, пусть идет семь раз в Ордане и искупается, и будет». У этого, у генерала сирийской армии, у него все взрывается, вся его гордость, достоинство. «Да что это? Вот вы в Ордане, когда полезете, там луна, ну она грязная, вот знаете, даже грязнее наши томи вообще там. В томи-то еще можно ноги видать, туда заходишь, ничего не видать». Ну как бы, она грязная. Он говорит, «Я в этой лужи буду, там есть хорошие, я не буду». Ему слуга говорит, «Да что тебе стоит? Ну, семь раз только унись, потом пойдем в душу, помоемся с мылом нормально». Он пошел, на седьмой раз укунается. Проказа слезы. У него почтение, у него уважение. Он приезжает к Нейману, ой, к Елисею, к Нейману. Говорит, «Я хочу тебе подарки дать». Елисей говорит, «Это, он тоже не вышел». Диезий приходит, говорит, «Сундуки денег принес? На кондиционер денег не принес? На достройку этого здания принес? И второго, и третьего, все в порядке. Аллилуйя, Елисей, все решилось». Елисей говорит, «Скажи ему, не надо нам от него денег? У Елисей взрыв мозгов. Он вообще не может понять. Он вообще не может понять, что происходит. И вот знаете, на самом деле, вот я вам просто такие моменты говорю. Интерс скажется, и он, Нейман уходит, и Елисей, он подарки любил. Он тоже был ученик. Но Елисей жаждал помазания, жаждал научиться ходить в духе, а Герезий думал, «Ну ничего, такой крутой мужик». Он говорит, «Вот с таким пророком без Навара не останешься». И он такой раз догоняет Нейман, и говорит, «Там, короче, Елисей передумал, дай один талант серебра и две сменных одежды». Нейман говорит, «Да что талант серебра?» «На два таланта серебра и две еще там надавал ему». И приходит. Спрятал себя в шатре. Елисей говорит, «Ты где был?» «Да, там». И начинает врать ему. Елисей говорит, «Дух проказа, которая была на Неймане, да будет тебе». Он вышел весь белый. Смотрите, два ученика, Елисей и Геезий. Я вот стою, и вот я вот, знаете, когда размышляю и начинаю смотреть на эту жизнь, это же потрясающе. Представляете, Елисей жаждал двойное помазание, и двойное помазание его сделал настолько крутым, что к нему генералы приходили за советами, за исцелениями, за молитвами. Ну, кажется, ну ты же эту историю знаешь, чьи что получил помазание, чьи что получил вот это духовное благословение, Елисей, Геезий, ну ты жаждет то же самое, двойное, ты бы вообще, наверное, только под двором царским бы ходил, и у тебя все вообще классно было. А ты, а он вообще просто хотел просто денег, просто использовать, ну, как бы, служение, вот он, авторитет служителя для того, чтобы лично обогащаться. И он получил, вот я вот стою, думаю, как так? А вот видите, истории такие бывают. Иногда, знаете, вот я вот лидеров собрал и просто сказал, ребят, если вы служите, если вы в команде, как только человек какой-то покаялся, я вообще вам запрещаю, у него денег занимать, не важно, какое у вас финансовое состояние, у вас, у новообращенных денег занимать, просить их, чтобы они вам чем-то помогли, там, машины или еще с чем-то. Вообще, вообще не надо ничего от этого. Ну, как бы, а люди, когда покаяются, они рады за всем, в принципе, служить, когда переживания. Я говорю, вообще ничего этого не требуете. Почему, пасы? Я говорю, чтобы никогда не думали, что вот мы человека привели к покаянию, и теперь будем им пользоваться. Может быть, Елисей этим и руководствовал. Думает, зачем мне это самое? Мы построим все, и сделаем это все, без каких-то там, знаешь, исцелений, Бог исцелил, а мы на этом зарабатываем. Не, мы вообще, но Елисей, что, он был ученик, который непослушный был ученик. Он, ну, да, 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 говори, пастор, но я буду делать по-своему. И представляете, один ученик получил двойное помазание и стал авторитетным служителем, а второй получил проказу. И вы представляете, это настолько очевидные вещи, потому что, если мы хотим жить в духе, мы должны понимать, что церковь не работает. В церкви есть четкая теократия. Иисус написан, пастор и начальник. И младший, он говорит, повинуйтесь пасторам ваших, мы бы они неусыпно бегут, садухших ваших, ибо обязаны дать отчет. И повинуйтесь никогда хорошо, и когда и плохо. Потому что, это, 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 это ваша задача, вы принимаете. Идти, вы принимаете, ходите. Ну, представляете, вот за Моисеем пошли. Ну, было и времена, и засухи, было времена голода. Почему робот-то был? Почему они в проказе были? Потому что, не всегда будет хорошо. И духовный рост, он не всегда определяется, когда у тебя все хорошо. И знаешь, духовный уровень семьи, это не всегда, когда, знаешь, муж такой классный, все делает, зарабатывает деньги, весь, с детьми много времени относится, никогда не ошибается. Ну, когда он и вообще, иногда, честно говоря, далеко не по... Ну, в этом есть тоже рост семьи, рост отношений. Аминь. И, и тут, пастор говорит, не надо. Геизе берет, делает. И проказа. То есть, можно быть в церкви, я дальше читал, интересно, когда Елисей, был такой ситуацией, он всегда говорил, откуда враг может напасть. И однажды враг окружил, этот город. И Геизе, он говорит, все, хана, сейчас нас всех перережет. Ему-то что переживать, ты и так уже в проказе, ты и так скоро умрешь. Я вот удивился, Елисей, вот он в прокаженных, но он не прогнал ученика. Он в проказе, но он его не прогнал. И Елисей, вот, опять же думаю, почему не прогнал? Потому что, Елисей знал, что можно исцелиться, как только Геизе изменит свою точку зрения. Исцеление, оно пройдет, знаете, когда, когда ты войдешь в послушание. И он говорит, Бог, ну покажи ты ему духовные глаза. Елисей видит ангелов, открыл Бог и говорит, о-о-о, те, кто с нами, больше того, кто в мире. Те, кто с нами, больше того, кто в мире, мы победим. И так произошло. И вот, что я хочу некоторые вещи просто вам показать. Вот знаете, на самом деле, вот я вот в репцентре служил, приехал на эту неделю, там детский лагерь, и мне говорит, надо пастор служения провести. Два. Я говорю, да, один для пятилетних, вот таких уж, для пятилетних. А другие там дети в репцентре там бегают, им некоторым по 40, а некоторым побольше. Ну, тоже дети, но тоже надо провести им служение. И я выхожу, и думаю, ну, сейчас детям так это, ну, там спел у Авраама было, там все, множество детей с ними танцевали, они все, ааа, я говорю, вам понравилось, они, да, я говорю, не слышу, да, там, ну, в общем, такое, поорали, покричали, потом я им слово сказал, потом говорю, давайте я буду, ну, молиться, вот просто, может быть, папа с мамой ругается, может быть, еще, и давайте выходите. Ну, и смотрю, служители такие, сначала-то, я говорю, ну, это нормально, чтобы ты, а дети пошли. Мой папа, мой папа ругается с мамой, мой папа оскорбляет маму, у меня семья распалась, у меня, у меня вот собаку хочется, а папа с мамой против. И разные моменты, и они выходят, и я с ним вот так встаю на колени вместе с ними, кого-то, а тот говорит, а мне сны плохие всегда снятся. Я беру, и начинаю с ними молиться, и я вижу служителя вот так вот. Я говорю, а для чего я провел? Чтобы вы научились. Надо идти и молиться. Понимаете, можно, я не знаю, можно сказать, о, классно, вот, тоже духовный ключик. А можно сказать, а мне все, ну, что, пастор так делает, а мне по-другому открыто, и получить проказу. Потому что духовные вещи, они приходят через послушание. Вот, я вам просто, например, скажу, ну, вот, например, у нас вот есть хорошая церковь возрождения. Там был епископ Станислав Иванович. Пять лет назад у него произошел инсульт. Он служил около 20 лет. И он построил хорошую церковь. Вы знаете, да, возле Лапландии? Большую церковь построил. А пастора, который бы мог управлять всем этим, нету. И союз уже пришел на помощь. Сначала одного отправил пастора, потом второго пастора. Почему? Да потому что не было человека, не было ни одного человека с послушанием, как у Елисея, который бы взял бы и научился бы хотя бы управлять тем, что было на Станислава Ивановича. Не было ни одного крещеного в него человека. Или вот, представляете, вот он говорит, что такое хождение в духе? Да вот элементарно, я говорю, друзья мои, вот я 15 лет служил, я не беру ангела или себя. Ну поймите, вот каждый из вас, и вот, это плод служения. Аминь. Каждое служение, детский, веб-центр, это все плод хождения в духе. Само вот это здание, это тоже плод хождения в духе. Это все, это плод, когда, неважно, как хорошо или плохо, это ты служишь, служишь, служишь. Были времена, когда хотел бросить? Да, были, но все равно служишь. Было время, когда я вот всегда говорю, раньше я стеснялся об этих вещах проповедовать, потому что, ну, скажут, ну, пастор, ну, что ты об этих вещах проповедовал? Ну, понятно, что ему не проповедуют? Он учит, чтобы люди слушались его, а он в этом заинтересован. И я как бы раньше, ну, когда 40 лет, я понимаю, что это Божий закон, и ты от него не откажешься, потому что так написано, если ты чему-то хочешь научиться, тебе нужен учитель в духе. Я им говорю, вам, вы обойдите, если, обойдите в любую церкви, ну, найдите себе духовного отца, пасторок, понимаете, который, который будет вас учить. Потому что, если ты хочешь двигаться, вот, например, молиться научиться, ну, ну, понимаешь, ну, как бы, ребят, для чего учение это делается, о молитве? Чтобы все научились молиться. Для чего учение о поклонении? Чтобы все научились поклоняться. Для чего о духовной брании? Для чего о послушании? Для чего о служении? Потому что все эти вещи, они передают этот духовный опыт, который есть уже в моей жизни. Вот я вам честно говорю, вот, лучше меня, я вот в церкви знаю только одного человека. Вот, лучше меня знаю только одного человека. Это моя жена. И вот, оно, опять зачет, да? Я вам честно могу сказать, вот, сестры, если вы хотите научиться нежности, житейской мудрости, правильно наносить косметику, косметику на лицо, прическу, вкусу одежды, у нее талантов вообще. Вот я смотрю на молодежных лидеров, штаны, там, фу-фу, и сейчас смотрю, молодежь, вся, вот, вот такое, глаза и побежали. Я думаю, боже мой, я хочу, я думаю, обязательно скажу, молодежь, вон она, вон та вот, понимаете, потому что есть, потому что, потом, ну что придет вот так, как, знаете, вот песенка такая, а я такая раз такая, а мой поезд ушел, мадам Брошкина. Смотришь, разговариваешь, здесь, а, да, да, еще громче тебя, говорят, еще наезжает, и ты понимаешь, что она не замужем, и ты говоришь, а, девушка, вам бы надо бы помолчать, или в репцентре, одна сестра такая мне говорит, пастор, ну как вот смириться, у меня бывает гнев такой, я вот так вот, а я говорю, знаешь, почему у тебя происходит это? Потому что у тебя нету духовного отца. Вот понимаешь, ты в разуме своем, у тебя нет ни одного авторитета в разуме. Если ты на земле никого не принимаешь, как духовного авторитета, там тоже для тебя не авторитет. А он говорит, а как делать? Я говорю, да очень просто, смириться, принять авторитет. Да что делать? Я говорю, ну, я бы делал, вот правило, например, на три дня в поста, если ты в гневе такая, а на тьфу, три дня поста, я говорю, семь, семь, я говорю, тогда, я бы сказал, ты будешь стирать всем одежду, утюжить, и с улыбочкой говорить, будьте благословенны, будьте благословенны, будьте благословенны, я бы наложил на тебя эпидемию. И смотрю на нее, такой, так, так, ну, я вижу в глазах, мысль пошла, будет работать, потому что не захочу, потому что до тех пор, пока не сломается вот эта вот гордыня, она понимает, ее будет учить, ее будет прессовать, я говорю, пойми, ну, я не смогу там тебя закрыть или еще что-то, это твое внутреннее решение, если ты хочешь духовно расти, быть Божьим человеком, тебе нужен тот человек, который тебя бы тренировал. я говорю, я говорю, задай, кто у тебя духовный отец? Начинают мне говорить, там, лидер служения какого-то, еще кто-то, я говорю, ребята, почитайте, почитайте историю, это все отцы церкви, Павел сказал, много у вас наставников, я за 15 лет, я вам честно могу сказать, лидеров домашней группы, лидеров служения, их столько менялось, пастыра, как правило, уходят за служение очень редко, это люди в духе намного сильнее, поэтому Бог их избрал, для чего, чтобы научить ходить в духе, кто в это верит, скажите громко, аминь. Не надо, ну, там, я не буду приходить и советовать, как вам дом построить, или как вам деньги зарабатывать, моя задача, научить вас Библии, этим вещам, пусть вас учат другие люди, если я что-то разбираюсь, я могу дать совет, но, но отцы, это те люди, которые разбираются в чем-то, если я разбираюсь в боксе, и когда мне начинают что-то возражать, я говорю, даже слушать не хочу, тебе бы, детяти, ума, как у меня в пяти, и ты бы уже был крутой, не понимаете, да? Не понимаете? Ну, понимаешь, вот вы, взрослый человек, все равно умнее маленького, правильно? У него даже в пятке больше ума, чем у него в голове, поэтому есть, должно вот, понятие, вот у нас должно понятие произойти, что вот, вот она церковь, вот он пастор, он духовный, он нас учит, и поэтому, никогда не надо ставить, там, учения таких, ну, можно интернет смотреть, и вот знаете, вот на самом деле, есть крутые слушатели, очень крутые, у них большие церкви, все классное, слава Богу, ну, Господь говорит, вот есть церковь, и вы должны в церкви научить, принять своего, в одном духе, в одних мыслях, в одном служении, в одной цели, вот здесь двигаться, можете, или переехать в другой город, к тому служителю, это не вопрос, но вопрос, если ты пришел, Бог поставил управление, поставил голову в церкви, пастор и начальник, поставил пастор, и он говорит, он будет вас учить, как сделать плод для Бога, в этом месте, в этом городе, как можно больше, и ты прими это, учись от этому, потому что, мы все это построили, вот я вот, вот запишите одну мысль, очень хорошая мысль, если служение твое, после твоей смерти, не будет жить еще сто лет, ты не служил Богу, если служение твое, после твоей смерти, не будет жить еще сто лет, ты не служил Богу, о чем я вам говорю, вот представьте, мы построили церковь, мы там построим большое здание, там спортзал, еще, вот там тоже баню построим, все, в Топках строим, в Белово строим, во всех городах Кузбасса будем строить, и дальше, и вот мы все это строим, когда-то мне придется вознестись, и мой потолок, наш с вами потолок, станет для наших детей полом, они не с нуля начнут, они вот с этого, с этой всей базы начнут, у них есть будет от чего трогаться, начать двигаться, работать, 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 но если они не крестятся, не научатся жить, верят то, и вот в послужении то, что и сегодня есть, я вознесусь, а церковь останется, не получится ли это так, как прошло, получилось с возрождением, и получилось с многими церквями, что то, что было построено, не могли удержать, почему, почему не могли удержать, духа этого не имея, навыков этого не имея, не знаем, как это все удержать, поэтому на самом деле, я вам просто могу сказать, можно жить, получить двойное помазание, вот я вот, читая про Давида, мне очень нравится, написано, Давид и 30 храбрых у него, и когда ты смотришь, когда Бог избрал Давида, ты смотришь, к нему в пещеру пришло 400 человек, ну, не какущие люди, в долгах, бандиты, храпотники, разные, не какущие, но он их тренировал, он их тренировал, и потом они пришли, и 30 храбрых, и говорили, вот этот красавчик, он там 100 тысячу надел, тот тоже, тот тоже, там их не даже достижение, вот представляете, вот я вот этим ребятам в репцентре говорю, вот эти пятиклавы, ну, пятилетние, их с детства учат, уважать, почитать пастора, я вам статистику говорю, если ребенок осознанно пришел к Богу до 7 лет, если в жизни возникают разные сложные ситуации, и он вдруг уходит из церкви, 100% возвращается, 100% возвращается, потому что если родители заложили, если вообще в начале ты вот в сердце свое заложишь почтение к Богу, не роптать на нее ни в коем случае, почтение к духовной власти, почтение к родителям, понимаешь, кроты, смирения, вот эти вещи, то слушай, если у тебя будут сложные времена, вот это отношение все равно тебя поднимет, тебя вытащит, ты никогда не останешься внизу, и вот теперь представьте, мы трудимся, потом мы однажды пойдем, потом я уйду, уйдут мои 30 храбрых, а может быть 100 храбрых, может быть 1000 храбрых, не знаю, это передастся детям, и дети будут говорить, смотреть на вот этот весь комплекс, на столько церквей, которых построили, на то, как мы дружно живем, на то, дико добрые дела, которые мы делаем, на евангелизацию, на вот это, все будут смотреть, и говорят, слушайте, отцы-то наши были крутые, смотрите, они что бахнули, мы своим отношением подаем планку служения, планку, как надо вообще, чему надо посвящать свою жизнь, и что надо сделать, как прославить Христа в этом городе, потому что, когда мы все это построим, когда мы будем молиться, служить, расти, когда мы будем нецелить, они скажут, наши отцы, это были крутые, потом наши внуки будут говорить, наши деды были крутые, понимаете, вот я вот, у нас была конференция, и Мартюнин проповедовал, и он с молодежью поехал в этот, как его, в Упсулу, в Швецию, и там в городок маленький заехали, что-то город там 50 или 100 тысяч, но там все есть, дороги хорошие, там атмосфера, преступность вообще на нуле практически, и все такие, кто москвичи там поехали, и такие, давай роптать, вот там вот, живут же люди хорошо, и там отец Мацулы, он такой, он достает книгу, молодежь сидит, молодежь в основном, достает книгу, журнал, и показывает, что прапрапрадед приехал сюда, в этот город, открыли церковь, тут был хаос, тут была преступность, тут не было ничего, вообще ничего не было, и он говорит, мы будем молиться за город, мы будем проповедовать Евангелие, мы будем спасать людей, мы будем наслаждать христианскую культуру, в этом городе, мы будем благословение для этого города, он умер, его сын, потом его сын, и церковь росла, 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 так, что сейчас, там в основном, все христиане, и благословение произошло, потому что, вот мы, мы иногда хотим очень быстрых результатов, мы говорим, давайте будем молиться за то, что преступность в нашем городе упала, давайте будем молиться, чтобы начальства еще не были, не коррумпированы, давайте будем молиться, и мы год молимся, два, три, и раз, и вдруг ничего не происходит, и нам говорят, где Господь? Друзья мои, сегодня уже молятся больше трехсот человек, но было время, 15 лет назад, когда у нас было всего 12, потом, мы будем работать, чтобы у нас было тысяча, две тысячи, сегодня, вот мы на этой неделе всеми пасторами города молились здесь, мы занимаемся проповедованием ангелия, и однажды верующих станет здесь 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч, 40 тысяч, как вы думаете, на культурную составляющуюся города это повлияет? Как вы думаете, на отношение к людям повлияет? Конечно, повлияет. Нам не надо стремиться в политику, нам не надо стремиться, нам надо стремиться, чтобы церковь была сильной, в церкви были правильные отношения, чтобы все почитали Бога, почитали духовных наставников, и сами были подвластны, чтобы тренироваться жить в духе. И может быть это в наши дети, может быть это в наши внуки, может быть наши правнуки, но однажды мы будем видеть, как написано в слове, застроиться потомками твоими пустыни вековые, тебя назовут восстановителем, разваляемым, может быть когда-то, чей это сын, поднимет журнал и скажет, однажды, 100 лет назад, или 50, или 60 лет назад, был пастор Андрей, у него было 30 храбрых, или 100 храбрых, которые сказали, мы будем работать, мы будем трудиться, для того, чтобы быть в одном духе, для того, чтобы быть в одной вере, для того, чтобы созидать церковь Божию, они построили первую церковь, потом вторую, они проповедовали, они жертвовали, они молились, они были сильными, они не сдавались, и потом дети их не начали все это делать, я вот сейчас смотрю на своего сына, и я понимаю, если у него будет правильное почтение, правильный ответ, он получит двойное помазание, потому что весь опыт, который есть во мне, я легко передам ему, и он уже не будет просто пустой, с пустыми карманами, он будет с богатым опытом, там 40 лет служения отца, плюс его, он будет пастор в двойном помазании, а его сын будет пастор в третьем помазании, в третьем поколении пастор, это очень несут, и это то же самое у вас будет, понимаете, и это то, что останет наследие, потому что если наша сила в Боге, мы строим это все, мы делаем это все, но вопрос заключается, если Илью сейчас вознесется, останется хоть ли одно помазание, останется ли то, что сейчас это есть, сможешь ли ты удержать вот это наследие, которое уже бы есть, я уже не говорю, а приумножить, я вам честно могу сказать, я когда вот так встаю, говорю, Господи, дай мне здоровье, дай мне учеников, потому что, когда ты начинаешь смотреть, и ты понимаешь, что на сегодняшний момент, даже то, что есть, сохранить будет сложно, нету ни одного Елисея, есть наметки, но у Елисея нету ни одного, я понимаю, почему, а надо, чтобы это умножилось, надо, чтобы люди получили двойное помазание, скажи своему соседу, не упусти двойного помазания, вы понимаете, о чем я говорю сейчас, вы понимаете, о чем я говорю, Бог поставил здесь церковь, и Он назвал это столб и утверждение истины, Иисус поставил здесь пастора, и Он сказал, я буду учить, у каждой церкви есть свой взгляд, свой взгляд, отцов много, но отцовство, оно от Бога, аминь, и Он говорит, я буду учить, как вот эта церковь должна сделать Божие, в этом городе, и Он говорит, вы стройте, вы примите, вы примите это и учитесь, чтобы вам пропитаться видением, пропитаться вот этим вождением, а то, ну, я стою вот в репцентре, я, ну, просто таким, один мне такой говорит, а как мне двигаться, вот я все время падаю, как мне тут самое, ну, двигаться, я говорю, тебе нужно принять авторитет пастора, просто, бери, все кассеты, вот у нас все видео записывается, не надо тебе там, понимаешь, Бог созидает церковь, тебе нужно пропитаться видением, помазанием пастора этой церкви, понимаешь, в том, где тебе не надо сейчас винегрет все сам слушать, бери вот это, прочитывай, питайся, все остальное, как бы дополнение, но тебе нужно понять, потому что, я ж не просто балаболь, я ж учу, аминь, я учу, как двигаться в духе, я учу, как профессию, там многие вещи учу, для чего, чтобы вы все стали зрелыми, я говорю, вот начни, в репцентре сиди, конспектируй проповедь, те вещи, те ударения, которые говорю, принимай просто, принимай, учись, 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 он опять это самое, а как мне вот смирение научиться, я говорю, проще хочешь сказать, рост закрой, делать то, что тебе говорят, не, ну я вот, я говорю, ты так и ничего не учишься, я говорю, рост закрой, делать то, что тебе говорят, ты еще не в том состоянии, чтобы со мной спорить, не, ну можно вопрос, пастор, я говорю, давай, вот мы хотим выйти, вот из центра, у нас всегда вопрос такой, а кем мы станем, куда мы дальше пойти, это, я говорю, вы когда выходите, знаешь, какой правильный ответ, какой, ты должен прийти в церковь, подойти ко мне и сказать, пастор, научи меня служить 15 лет, так же верно, как и ты служишь, научи меня ходить в духе, научи меня проповедовать, научи меня молиться, научи меня служить, научи меня всему этому, вот научи меня этому, да, я вам скажу, не надо идеализировать пастора, не надо обожествлять, если вы будете смотреть всю Библию, у каждого мужа Божьего были свои проблемы, идеализировать, обожествлять не надо, но надо смотреть те качества Божьи, которые есть в человеке, через что происходит это служение, и этим качеством учиться, и подражать, понимаете, вот эти надо вещи, а если ты будешь, вот, один говорит, я однажды одного смотрел, потом разочаровался, мне хотелось ему сказать, но я промолчал, ну не наркоману разочароваться в пастыре, который уже заезжает несколько лет в центр, ты еще даже, говорю, на природе не можешь крепко стоять, ты уже в пастырах разочаровываешься, ну вообще труба, ну 15 лет послужи, потом можешь сказать, разочаровался, не разочаровался, аминь, ну 15 лет папаши, и потом посмотришь, можешь ты разочаровываться, или не можешь разочаровываться, я вам честно могу сказать, вот по сестрам, я конечно, ну я думаю 98%, ну никто не выше духовно моей жены, она вас много чему может научить, ну а по братьям, ну я думаю, что мало кто круче меня, ну в принципе, могу вас научить 15 лет служить, могу вас научить, как если упал, как стать и проповедовать, как служить, когда очень сложно, могу всему научить, почему, 15-летний опыт, никуда не денешь, аминь, вы что-то получаете сегодня, это слово, оно такое, знаете, оно очень простое, оно очень сложно, до нашего понимания, оно очень сложно, почему, потому что, я когда проповедую, я уже чувствую, потому что внутри нас всегда есть гордость, я говорю ребятам, вы можете 10 лет, вы можете 5, 10, 6 лет, 20 лет потратить, вот ходить просто в церковь, и быть просто прокаженными, просто находиться вот возле, возле Елисея, помазанного человека, и быть прокаженным, он был возле Елисея, он питался, он кормился, но у него не было послушания, он не хотел получать то, что Елисея хотел получить от Илии, и вот как бы, говоришь, ну если ты такой крутой, ну где твои плоды, твоего служения, ну давайте будем просто внимательны, если мы пришли в церковь, в школу духа, ну давайте учиться духовной жизни, давайте учиться, иногда на это смотришь, этих Елисея, мне уже вот тут, вот уже честно, смотришь домашнюю группу, одна такая, другая такая, третья такая, четвертая такая, почему одна церковь, а домашние группы все разные, хотите ответ, потому что один говорит, ну мало чего пастор говорит, я по-своему вижу, я по-своему это сделаю, и он, ну как бы, пользуется авторитетом пастора, чтобы что-то свое строить, другой парень там рванул, куда-то центр, репцентр открывать, ни ко мне не пришел, ни у меня не был, не учился, побежал, поехал, свалился, ничего не получилось, я говорю, как может, просто уже с пацанами говорю, как может духовное благословение работать, вот скажите, ты что-то хочешь в Боге служить, и ты просто не принимаешь духовную власть, если ты собрал несколько ребятам, говорю, вот лагерь будет, вот такой вот у нас, только, либо договаривайтесь и все, хорошо, хорошо, потом, выходит, ба-бам, скандал, слушайте, ну если отец, духовный человек, пастор сказал, вам нужно смириться, и научиться вместе сотрудничать, если, для, ну, почему вот у вас опять взрыв, почему у вас лезет вот это все, гордыня и все, потому что, ну, вы по сути дела, так и не смирились, вы духовно так и не приняли, что есть у меня человек, который говорит, будешь это делать, нравится, не нравится, принимаешь смирение и делаешь, если это Божий путь, Божий, все делает, делай в кротости и смирении, без ропота, без каких-то вот выдр, не будь диезем, не будь прокаженным, аминь, аминь, вы что-то получаете, это везде так, это везде так, и поэтому смотришь, я почему и говорю, что, а Павел четко говорит, один дух, одно вера, одно крещение, однажды в Каинской церкви он сказал, слышь, я такой у вас голос, я Аполосов, я Кифов, я там Христов, знаете, есть даже в церкви такие люди, а мне больше нравится слушать пастора Сандея, а мне нравится больше слушать там пастора Пуполова, Юпола, а я вообще, вот я только с Богом напрямую разговариваю, слушай, друг мой, помазанных служителей много, но Бог ставит церкви отца, и он говорит, если ты пришел, прими, вот знаешь, есть семьи олигархов, да, они дают детям Феррари, а есть семья Шахтеров, он не может Феррари, но он подарил жизнь, умень, надо относиться к церкви, как к семье, есть такое, учись, учись, вот этому духовному опыту, когда ты это научишься, у тебя пойдет второй, тогда мой потолок станет для кого-то полом, мой потолок станет для кого-то полом, а я вам скажу, мой потолок-то не очень маленький, если ты чувствуешь, что я этого взял, брат, я тебя благословляю, на миссию в любой город, построй за 15 лет, или может быть за половину, все, что здесь есть, и будь благословен, скажу, ты правда, ты получил больше, чем у меня помазание, аминь, вы что-то получаете для себя, мы прожидание собрали, так хочется еще раз собрать, ну ладно, почему хочется собрать, хочется быстрее все доделать, вот сидим, представьте, сейчас бы у нас кондиционерщик был здесь, ну я читаю, чтобы кондиционер здесь поставить 200 тысяч, а чтобы там зал сделать 600 тысяч, понимаешь, лучше попотеем, но зал доделаем, аминь, вот, задай, вот просто я хотел бы, чтобы ты, вот знаешь, выходя и общаясь на домашней группе, для себя задал два вопроса, первое, я Элисей, или я Гиезий, я Элисей, или я Гиезий, хочу я научиться тому опыту, тому духовному ухождению, который есть в этой церкви, есть на этом пастыре, если ты это хочешь, если ты это хочешь, Библия говорит просто, Элисей просто сделал, он пошел, и он начал служить, он пошел, и он начал служить, и закругляясь, я вам расскажу одну историю, я на этой неделе собрал, у нас есть один бизнес, похоронное агентство, я собрал всех в похоронном агентстве, и задал такой вопрос, я говорю, ребят, вот вы все хорошо благословлены, вы вышли из репцентра, у вас работы не было, и вот, ну, вот этот дар сработал, и у нас сейчас агентство есть, и вы все в течение короткого времени пересели на машины, у вас уже раньше, я помню, я помню, когда Женя из репцентра вышел, я его взял и сказал, Женя, пойдем кофе попьем, мы приходим в кофейню, я угощаю его кофеем, беру, и он смотрит на чек, кофе 120 рублей, он говорит, ты что, вот эту фляжечку, 120, за это маленькое поэло, 120 рублей, да пойдем растворимые, баночку купим, неделю пить будем, у него мышление, было баночки кофе, не, правильно, но прошел год, и он, пастор, ну поехали, там куда-нибудь, я помню, пошли, вот тут, столовка, быстренько перекусим, да что там столовка, пойдем, он туда нормально, там нормально готовят, вкусно, я говорю, вот видишь, ты уже, раньше растворимый кофе, а сейчас ты в кафе, тебе надо в хорошем питаться, как быстро все меняется, я им задал такой вопрос, я говорю, ребят, а чем наше похоронное агентство отличается от языческих похоронных агентств, вот чем, ну мне такие говорят, мы качественно сидел, а я говорю, ну он, хорошо, а еще чем, они говорят, ну мы христиане же здесь все, я говорю, ну классно, а чем мы отличаемся, вот пять лет похоронки, вот чем мы, говорю, отличаемся от язычников, и раз смотрю такой, я говорю, знаете, я размышлял об этом, я уже много говорю, но сейчас уже просто понял такую вещь, я говорю, поймите, вот я читаю Библию, и написано, что лучше быть в доме печали, нежели в доме радости, я говорю, представляете, нам Бог дал бизнес, благословенный бизнес, что когда у человека получается самая большая беда, потеря близкого человека, с которым он может быть прожил уже 30, 40 или 50 лет, это дети, это может быть жена, это может быть муж, и мы, божьи люди, первые приезжаем туда, мы можем быть наполнен духом святым, мы можем быть нести слово утешения, ведь потому что другие-то приезжают, ну там как, приезжают просто быстро похоронить, с этого комиссию имеют, зарабатывают, и для них уже, знаете, уже этот бизнес, люди, то какая разница, я говорю, а представляете, вот так вот, я говорю, нам нужно, понимаешь, поставить правильные приоритеты, сначала Бог, сначала люди, потом бизнес, я говорю, вы должны рассматривать, сначала служить человеку, а деньги, это как, как благословение за твое служение, я говорю, представьте, если вот мы будем делать так, что помимо того, что мы похоронили, мы будем приходить там, может быть, открытку на 9 дней, на 40 дней, может быть, мы будем говорить, знаете, у нас, если смотреть по ориентации, если видим, что один сын от наркотиков умер, а второй там, и мы видим, знаете, чтобы второго сына там не потерять, у нас есть репцентр, или видим, что вот, ну трудно, он говорит, у нас есть встречи, когда вот общаются с людьми, помогают, молятся, по крайней мере, за вас, и вот так потихоньку служить, служить этим людям, я говорю, представляешь, я говорю, представляете, что будет, я вам по статистике скажу, что люди о Боге охотнее слушают, знаете, где, в самом высокий уровень покаяния, на кладбище, потому что все прекрасно понимают, здесь уже деньги не имеют значения, власть не имеет значения, все мы умрем, и все мы представим пред Богом, и как ты живешь, вот они две даты, дата рождения, и дата смерти, и между ними маленькая черточка, и это и есть твоя жизнь, всего лишь маленькая черточка, как вы живете, какое наследие вы оставили детям, куда вы идете сами, дьявол обманывает вас, что надо деньги, власть, но пред ним ничего не значит, пред ним будет определяется, почитал ты его, служил ли ты ему, каким бы ты был человеком на этой земле, я говорю, мы так посидели, все такие сидят, такие молчат, и мы посидели, даже, знаете, решили новую жизнь учренить, душепопечитель, и вот мы, я сейчас в церкви даже объявил, на Боргарю, все, кто хотел бы этим служением заниматься, чтобы вот так вот, встречаться с людьми, там это, то подходите, а знаете, почему у меня такая мысль родилась, потому что однажды, то же самое сделал Бог в моей жизни, когда я открыл первое кафе, я больше времени делал работе, я сидел на работе, я проповедовал своим коллегам по работе, подчиненным, и многие люди, которые покаялись в кафе, они начали работать, были работниками у нас, многие посетители узнавали меня, я общался, я тоже им проповедовал, и вообще церковь, это знаете, как первый верующий, это через мою работу, через мою работу все знали, хочешь услышать о Боге, в Советский 44, там верующие сидят, там постоянно Евангелие проповедуют, все это знали, и я сегодня смотрю, люди работают, встречаются с людьми, а сколько спасают, а почему не спасают, почему пастор спасает, а не у всех получается, потому что нету крещения, и нету навыка, если это есть на моем пасторе, это в потенциале может быть на мне, если я буду учиться в Него, аминь, если успех есть в Его, это в потенциале может быть успех во мне, если силы есть у Него, если я буду, и это в Нем чувствуется как Дух, то это в потенциале будет и на мне, аминь, аминь, такое простое слово, но оно очень емкое, я хотел бы, чтобы вы действительно задумались об этом, потому что, если церковь будет лебедь, рак и щука, она далеко не уйдет, если пастор говорит, давайте начнем служить, а ты, вот я лидерское собрал, я говорю, слабые, две части слабой нашей церкви, домашние группы, и детское воскресное служение надо подтягивать, я говорю, давайте будем, и мы столько уже пастор пытались, уже люди, наверное, не согласятся, я говорю, если такую позицию, да, согласен, ничего не получится, а если позиция такое, что пастор идет делать домашней группой, и мы добьемся, чтобы у нас были хорошие, сильные, здравые домашние группы, если мы вот это пойдем вместе, мы, может быть, вместе совершим много ошибок, но если мы идем, если народ израильский шел за Моисеем, то они подошли к земле обитаванной, и они ее перешли, аминь, аминь, вы получаете что-то? Слава Господу! Давайте встанем, будем молиться, и... так бы Бог открыл бы нам, конечно, я не знаю, хотели бы вы увидеть, мне бы очень сильно хотелось бы увидеть, какая церковь будет после ста лет, как я уже умру, и мне вот хотелось бы увидеть. чтобы Бог показал и сказал, если бы я увидел большую, я бы сказал, о, аллилуйя, значит, правильное наследие мы совершили, правильный труд, а если бы увидел все руины, переделать бы пришлось, но смотри, скажи своему соседу, то, что здесь Бог делает, это еще, и будет жить еще сто лет и больше, поэтому созидай, созидай церковь, учись ходить в духе, учись служить, это наша награда, аминь. Я хочу задать вопрос, может быть, здесь есть люди, которые в первый раз, вообще есть люди, которые пришли в первый раз, все уже были неоднократно, а есть люди, которые еще не приняли Христа, как Господь Спасителя в свою жизнь. Есть, да? Слава Господу. У нас один парень такой, освободился такой, ко мне подходит, такой, такой немножко нафейный после первого служения. Пастор, вообще, короче, я на зоне, ну, бывалый, короче, ну, ты сам понимаешь, читал, читал Библию, мозгами понимал, ну, вот так вот не понимал, а тут поклонение пробовать, я как упал на колени, я встал, и у меня вот это, шара-бара-бакадара-бакадара, это иные языки, да, я говорю, да, за меня никто не молился, вот я прям, я говорю, ух ты, о чем это говорит? Бог здесь. Аминь? На Афине еще, хуан, на языках уже говори, слава Господу. Если вы хотите принять своего Господа, Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, чтобы жить с Ним, это очень просто сделать, просто, простая молитва, я, наверное, знаю, вы, наверное, уже слышали, да, слышал эту молитву, нет? Она очень простая, я сам молюсь, за мной надо только повторять. Хочешь принять Господа, как свое сердце? Хочешь? Выходи сюда. Дайте все аплодисменты.